Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске зарубежных новостей недвижимости от Приан, Черногория, Эмираты, Испания, а также пузыри на различных рынках. С них и начнем. Важнейший вопрос практически любого инвестора, а как будут меняться цены на недвижимость в том или ином месте? К сожалению, есть пузырь или его нету, выяснить можно только задним числом, то есть когда он лопается или не лопается. Поэтому только прогнозы. Один из самых известных от швейцарского банка UBS. В нем ежегодно оценивают несколько десятков городов по всему миру на предмет адекватности цен. Но имеется в виду, конечно, цены на недвижимость. Кстати, швейцарские прогнозы, как и швейцарские часы, более-менее точны. Они сбываются, что делает отчет не просто набором каких-то впечатляющих цифр, а интересным практически инструментом. Какие параметры являются признаками пузыря? Швейцарцы выделяют, например, слишком быстрый рост цен или большую разницу между доходами местных жителей и ставками аренды. Замеряются также стоимость жилья в конкретном городе относительно средней по стране. Если разница слишком велика, то и тут есть риски. Существуют, наконец, и более глобальные показатели. Например, большое число выданных кредитов или, если просто, строят очень много. Это тоже фактор, свидетельствующий о риске. Что же показали данные в нынешнем году? Городов, где вероятность пузыря высока три. Это Майами, Токио и Цюрих именно в таком порядке. Подробно останавливаться на них, думаю, не стоит. Это все-таки не самые известные, не самые популярные точки на покупательской карте. Напротив, есть города, где цены абсолютно адекватные. Тут список более знакомый. Среди прочих в нем Милан, а на всякий случай это сейчас самый дорогой город в Италии. Это Париж, это Лондон. В целом же, по мнению экспертов, спрос на недвижимость по всему миру достиг дна. Дальше будет лучше. Разрешение на строительство из-за роста процентных ставок и слабой активности девелоперов выдают по-прежнему мало. Вследствие обеих тенденций, аренда в крупных городах подорожала за год на пять процентов, а средние цены выросли только на два. Впрочем, есть исключения и об этом через несколько секунд. В отчете банка UBS есть любопытный список городов, где вроде бы ситуация далека от рискованной, но и идеальной ее не назовешь. То есть и пузыря нет, но какие-то нехорошие тенденции прослеживаются. Среди таких городов Мюнхен, Мадрид, Тель-Авив и Дубай. Нам наиболее интересен последний. Швейцарцы признают, цены в Дубае выросли с учетом инфляции примерно за год на 10 процентов. Кстати, эта оценка далеко не самая радикальная. Есть данные по росту и на 15, и даже на 20 процентов. Но почему же тогда нет рисков падения? Консолидированное мнение уже не от UBS, от участников рынка. Оно опубликовано деловым изданием Халидж Таймс. Все дело в маленьком предложении. То есть цены могут снизиться, если оно вырастет еще на 10, а то и на 20 процентов. А так на рынке дефицит. Два примера буквально последних недель без конкретных названий. Седьмой по величине застройщик Эмирата вышел на рынок с новым проектом и продал 80 процентов его за три дня. Лидер рынка продал все за четыре часа. 126 тысяч единиц жилья уже введено или будет введено в двадцать четвертом году в Дубае, но и этого мало. А вот сколько будет достаточно. Супер новости из Испании. Супер не в том смысле, что они какие-то сверх хорошие, просто они очень мощные. Резко выросло число сделок и менее резко, но продолжают расти цены. Если последнее в общем не сюрприз, даже последние полтора года, когда в Англии, Германии, Франции действительно фиксировалось падение, на перенеях недвижимость дорожала. Но вот высокая, даже сверх высокая активность покупателей, это действительно любопытно. Число сделок в Испании, скажем, в июле двадцать четвертого на 20 процентов больше, чем в июле двадцать третьего. Более того, это вообще лучший показатель с 2007 года, предшествовавшего кризису на местном рынке. Еще один факт. Средняя цена квадратного метра на вторичке почти две тысячи евро, и это тоже самый высокий показатель с конца 2008. Все это цифры из коллегии регистраторов. Конечно, аналогии с предкризисными временами это не самое приятное, но с другой стороны риски кризиса вот тут минимальны. Сейчас на рынке нет, например, жесткой закредитованности, а значит и угрозы неплатежей, того, что отличало ситуацию 16-17 лет назад. К тому же очень активны иностранцы, за ними 15 процентов всех сделок, и эта цифра растет. А, например, на Болеарах каждую третью покупку совершает не испанец, а в Валенсийском регионе, там где просто бланка, за иностранцами 29 процентов покупок. Мы же смотрим на испанский рынок и с точки зрения закрытия, или скажу осторожнее, вероятного скорого закрытия программы «Золотая виза». Точные даты власти страны до сих пор не называют, лишь регулярно выступают с напоминаниями типа «Вот уже совсем скоро». О судьбе испанской золотой визы, а также о других европейских инвестиционных программах. Португальской, греческой, новой венгерской. Мы поговорим буквально через полторы недели, 16 октября, на вебинаре с экспертами Intermark Global. Как сейчас работают, ну или не работают все эти схемы? Будет вебинар традиционно на нашей платформе. Всех приглашаем, ссылка в описании. И там же вы найдете ссылку на любопытный объект в Черногории. Ну, как любопытный, в каком-то смысле он типичный, типичный для курортной зоны этой прекрасной страны. В Черногории ведь есть новая, обычная элитная, и есть вторичка. Да, она не столь шикарна, но тоже востребована, потому что часто недорого и у моря. Почему же мы выбрали именно этот вариант? Во-первых, потому что он совсем уж у моря, 200 метров до пляжа. Во-вторых, потому что просто он в центре города, в данном случае Будвы. Ну, а недорого, это около 100 тысяч евро. В данном случае можно объяснить и небольшой площадью квартиры, точнее даже студии. 26 квадратных метров, это скорее всего не для постоянного проживания, ну, жить даже в Будве постоянно готовы немногие. Поэтому такую недвижимость надо рассматривать как ликвидный и туристический объект. Альтернатива гостиниц, это уж точно. Ссылка на конкретное предложение и контакты продавца в комментариях. И перед тем, как попрощаться, напоминание анонс. Мы можем увидеться лично на следующей неделе, 11 и 12 октября, на Тишинке, выставке Инвест-шоу, компании из более чем 20 стран, консультации, семинары. Будем там и мы, на стенде все смогут получить наш новый египт на жильство. Брошюру о состоянии рынков недвижимости осенью 2024 года. Ссылка на регистрацию на Инвест-шоу, на пригласительный билет тоже в описании к нашему выпуску. Я же на этом прощаюсь. До встречи в Москве или на наших эфирах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Будем рады любой встрече в любом формате. И, конечно же, всем мира и безопасности.